В России существует огромный рынок комплектаторов, в Транссина потребляется около миллиона штук, вот, почти сейчас. Вот, куча пассивной оптики, не услышит ни от кого, кто бы занимался детьми проблемами, ну, крови может быть, более-менее серьёзные. Извините, да, Казматино, без запасов, сами к нам там узнают, но кто-нибудь занимается реальным проблемами производства, то есть, приняли овощи из пассивных компонентов, либо активных фотонных компонентов, вот так вот. А кому Вы хотели адресовать этот вопрос? Вообще аудитории? Ну, может, 10, я не знаю, тоже люди. Наверное, уже не последние. Спасибо. Ну, на самом деле, вот, в принципе, где-то месяца три-четыре назад была сессия Академии наук, где два, по-моему, два дня, часов по восемь, где минут по двадцать-тридцать выступали представители институтов ИОФИ, МИСИСО, БАУМАНКИ, очень многих организаций, которые занимаются фотофором ФИСОВИ, фотоэнтеральной схемой, ну, очень много, потому что, в принципе, вот как раз президент Российской Академии наук, соучастниками Института электронной техники, сейчас, в принципе, идёт эта программа, понимаете? Просто, как бы, последние два года случился некий, так сказать, ну, как бы, опресс очень многих связей, поэтому проблему надо решать, а проблему дозревало давно, мы участвовали, как бы, в жнуарном разделении труда, электронику покупали, в принципе, даже чайники пластмассы в России не производят, к сожалению, то есть, у нас прекрасная там ракета, так сказать, чайники китайские, честно говоря, есть, и мерзкие, антиреклама. У нас производят документаторы, между прочим, хорошие, 9-летние тоже. Производят, производят, да, есть компании, так сказать, понимаете? Активно растут, в том числе и наши, и компании, и российские. Ну, в принципе, я надеюсь, понимаете, то есть, есть такие, есть компании, есть… Я здесь ответил на вашу вопрос. Спасибо. Да, могу прокомментировать, если мы говорим про Зеленоград, это ТЦ, да, который тоже сегодня упоминалось, который нам обещает целое производство из мультиплексеров и сплиттеров в 25-м, по-моему, году. Еще есть резидент, еще один особо экономической зоны Технополис в Москве, это НЕОРОС. Также разработками внутренних занимается, насколько я помню, компания F8, и даже Ростелеком в самом себе хочет что-то свое, там, по-моему, по моему царю что-то сделать. По крайней мере, начало, мне кажется, положено. Спасибо.